Работа наша на монтажках кипит уже неделю. Водители начали приезжать еще в будние дни, а в длинные выходные поток увеличился в несколько раз. Труднее приходится с сервисом, который находится в плотно застроенных микрорайонах и проходимость там гораздо выше. Но сами предприниматели это минусом, естественно, не считают. Температуры плюсовые. В редких случаях, конечно, подзамораживает, но люди берегут свою резину шипованную и переобуваются. Это весенний сезон, здесь как бы все плавненько идет. Если есть сильно большая очередь, человек просто переносит дела на завтра, шиномонтажные. Это не осенний сезон, что если ты не переобулся, то завтра ты уже точно никуда не уехал. Что касается цен, то с прошлого года они выросли примерно на 20%. За смену колес 17-го диаметра на легковушки придется отдать примерно от 2000 рублей и до бесконечности, шутят шиномонтажники. Плюсом теперь нередко идут и допуслуги. Обработка ступиц, смазка и чистка диска. Раньше во многих сервисах денег за это не брали. Как говорят сами сотрудники шиномонтажных сервисов, очередей пока нет, но и место никогда не пустует. За 10 минут переобулись 4 машины, кто-то приезжает целыми организациями и привозит с собой грузовик резины. В госавтоинспекции энтузиазм водителей не разделяют и призывают немного подождать до тех пор, пока ночные температуры не будут опускаться ниже плюс 5 градусов. Кроме того, в нашем регионе есть народная примета, ну или тенденция, когда в День Победы идет снег. Днем тепло, ночью еще заморозки, а тем более за пределами агломерации города Красноярска еще минусовая температура, особенно в перевалах. Поэтому видим, что на сегодняшний день, наверное, рановато будет перебываться на летние шины. Это в первую очередь. В первую очередь тем лицам, которые будут двигаться за город на длительные расстояния. А вот с июня езда на зимней резине уже будет являться нарушением правил. Но инспекторы обещают сразу не штрафовать, а сначала проводить разъяснительные беседы с водителями. Павел Горшанов, Павел Гейнце, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.